Друзья, здравствуйте! Меня зовут Александр Свияш. Я автор 16 книг. Все они посвящены одной и той же теме. Как сделать так, чтобы люди смогли создать себе такую жизнь, которая их устраивает, которая им нравится. Чтобы у них были деньги, чтобы у них были хорошие отношения, хорошее здоровье, любовь, дети и все остальное, что вы хотите. Это возможно, и миллионы людей, прочитавшие мои книги, внесли в свою жизнь самые замечательные изменения. Я единственный из российских психологов, который получил награду от Европейской бизнес-ассамблеи, это Оксфорд, Великобритания, Орден за профессиональное мастерство и общеевропейскую интеграцию. Сегодня я хотел бы рассмотреть тему денег. Это очень важная часть нашей жизни, тем более сейчас, в эпоху кризиса. Всем хочется иметь больше денег. Понятно, что одни деньги не делают человека счастливым. Но когда их имеется в достаточном количестве, жизнь все-таки кажется лучше, чем когда их нет. Сами понимаете. Еще в далеком 2006 году я написал книгу «Что вам мешает быть богатым». В ней я рассмотрел, какие психологические причины, внутренние причины мешают людям иметь столько денег, сколько им хочется. И в этой книге имеется одна мысль, которая звучит примерно так, что денег у нас в кошельке столько, сколько у нас в голове. Но в голове понятно не в физическом смысле, а в наших мыслях, в наших ценностях, в наших желаниях, в наших устремлениях. Потому что наша жизнь полна событиями. Нужно на работе что-то делать, кого-то учить, что-то считать, что-то творить, строить, переносить и так далее. Это занимает наше время, энергию, внимание. Есть такие важные сферы жизни, как любовь, отношения, дети, семья, творчество, созидание, отдых и так далее. И все это занимает наше время. И в итоге у большинства людей о деньгах в голове почти не существуют мысли. Ну, за исключением мысли, где же их взять, куда же они сволочи подевались, как же сделать так, чтобы их было больше. Но вот эти мысли, понятное дело, что деньги в нашу жизнь не притягивают. Притягивают деньги в нашу жизнь совершенно другие мысли. Поэтому для того, чтобы в вашей жизни стало больше денег, нужно начинать изменить себя, свое образы мышления, свое отношение к деньгам. Деньги нужно полюбить, сделать их важной частью своей жизни. Но это не так просто, как хотелось бы. Потому что за предыдущее время, скорее всего, вы находились с ними в борьбе, во внутренней. Потому что их периодически не хватает на какую-то очень важную, нужную покупку. Их нужно отдавать в форме долга или кредита. Вы хотели куда-то поехать, что-то сделать, не хватает денег. И мы еще им тоскливый внутренний протест. Куда же не подевались, сволочи такие. Оказывается, что каждое наше такое переживание, связанное с недовольством тем количеством денег, которое у нас есть, составляет теле небольшой след. Психологи говорят иногда об этом. Невыведенные эмоции. Так вот, по отношению к деньгам почти у каждого человека имеются десятки, если не сотни тысяч вот таких маленьких переживаний. В итоге они складываются, внутри нашего тела большой клубок, заряд, эмоциональный заряд, эмоциональный блок, заряженный против денег. И когда мы хотим изменить количество денег в нашей жизни, то нужно начинать с изменения отношений к деньгам. Нужно убрать из своего тела все воспоминания о том, что деньги когда-то как-то отравляли свою жизнь. Как это делается? У меня есть книга, которая называется «Начни жить заново. Четыре шага к новой реальности». В ней изложена технология внутренних изменений. И говорится, что начиная от движения к любой цели, будь то деньги, будь то здоровье, будь то отношения, любовь, творчество и так далее, нужно убрать из своего тела негативные воспоминания о том, что это раньше не получалось. То есть нужно себя почистить. И предлагается техника прощения. Многие люди с ней работают и получают замечательные результаты. Но это требует времени. Нужно время для того, чтобы написать форму прощения. Нужно время для того, чтобы ее повторять в режиме активного дыхания или как-то еще. А времени большинству людей катастрофически не хватает. Хотелось бы, чтобы это происходило как-то автоматически. Мы создали такой продукт, что ли, назовем его так, аудионастрой, который убирает из вас негативные воспоминания о деньгах. Вы просто его слушаете, и в этот момент в вашем теле происходят изменения. Из вашего тела убирается весь эмоциональный негатив по отношению к деньгам. Он имеется у всех. В нашем аудионастрое записаны следующие фразы из формулы прощения. Я прошу прощения у денег за то, что я обвинял их в нелюбви ко мне. Я прошу прощения у денег за то, что я раздражался, что у других их больше, чем у меня. Я прошу прощения у денег за то, что я недостаточно ценил и любил их. Я прошу прощения у денег за то, что я считал, что много денег можно получить только нечестным путем. Я прошу прощения у денег за то, что я считал, что они достаются только тяжелым трудом. Я прошу прощения денег за то, что жил в страхе о том, что они вдруг закончатся. Я прошу прощения денег за то, что не радовался тем деньгам, которые у меня были. И так далее. Порядка двух десятков подобных фраз. Эти фразы работают как щетка. Они подчищают наше тело и убирают из него воспоминания о том, что мы когда-то были недовольны деньгами. Все это происходит в автоматическом режиме. И мы даже не слышим этих фраз, поэтому у нас не работает механизм сопротивления. Потому что этот настрой использует супер-аудиотехнологию. Когда вот эти фразы записаны профессиональным диктором, потом они с помощью специальной программы переведены в неслышимый диапазон и наложены на звуки природы. Вы слушаете шум волн, а фразы, направленные на очищение вашего тела от прошлых переживаний, связанных к деньгам, оказывают свое действие. Иногда при этом возникает не очень приятное телесное состояние, но это бывает редко, потому что все-таки интенсивность их не очень высока. То есть используя этот настрой, без напряжений, без затрат времени вы можете почистить свое тело от эмоционального негатива по отношению к деньгам. Но это не все. Дальше нужно объяснить самому себе о том, что я люблю деньги, я открыт деньгам, я вижу возможность их зарабатывать. То есть начинается этап самопрограммирования. Конечно, можно его делать просто так, повторяя эти фразы, но это потребует огромного количества времени. Если у вас были убеждения, связанные с тем, что деньги это тяжело, деньги уже себе поделены, деньги уже разобрали и так далее, то вряд ли обычным повторением фраз вы сможете достичь нужного результата. В данном случае позитивное утверждение повторяется миллионы раз во время прослушивания, поскольку используется режим сжатия. Наше подсознание прекрасно распознает эти фразы и постепенно усваивает их. То есть они становятся нашей начинкой, нашей сущностью, нашим набором убеждений. Какие фразы имеются в настрое? Например, следующее. Отныне я люблю деньги, считая их важной частью своей жизни. Отныне я разрешаю себе стать привлекательным для денег, с удовольствием позволяю себе получать деньги из любых созидательных источников. Отныне я выбираю искать и обязательно использовать любые комфортные для меня источники получения денег. Отныне я всегда отношусь к деньгам, с восхищением и любовью. Отныне я ощущаю себя достойным больших денег. Отныне я получаю из них столько, сколько мне нужно на мои потребности. Отныне я открываюсь большим деньгам. Отныне у меня всегда есть деньги в нужном мне количестве. Мне всегда хватает денег для исполнения всех моих желаний. И так далее. Таких фраз порядка 50. Эти фразы я обсуждал с моими подписчиками. Их десятки тысяч. И многие из них высказали свои замечания. И в целом набор фраз такой, что мы создаем ожидание всей чуда. Чудо прихода денег. Сегодня, скорее всего, по отношению к деньгам мы понимаем, что, чтобы их иметь, нужно либо много тяжело трудиться, либо делать что-то, то, чего мы не хотим делать. Но это не более чем наше убеждение. Деньги могут приходить к нам самыми разными путями. Но мы должны создать себе режим ожиданий денег. Создать себе режим ожиданий чуда. Если мы загрузим в себя эти убеждения, то у нас возникнет бессознательное ожидание того, что деньги должны прийти к нам. Мы будем ждать их, и наше подсознание придет нам на помощь. Оно покажет нам возможности, где их можно получить, как их можно получить, что нужно делать для того, чтобы их получить. Как говорится в Библии, по вере вашей дано вам будет. Я думаю, что сейчас преобладает режим неверия в то, что вы можете получить деньги каким-то другим путем, нежели вы имеете сегодня. После того, как вы измените свой набор убеждений, перед вами откроются другие горизонты. Понятно, что настрой не принесет вам деньги. Если вы будете просто его слушать и лежать на диване, не вставая с него, хотя будут приходить мысли, что нужно сделать, то ничего не будет. Деньги в нашем мире переходят только от одного человека к другому. В обмен на какие-то усилия, на услуги. Вы что-то делаете, вы получаете за это деньги. Так мир устроен. И когда вы будете слушать настрой, у вас будут возникать мысли, идеи, вы должны их реализовывать. Может быть, пойти у кого-то попросить денег. Человек готов вам дать, но вы не спрашиваете. Может быть, нужно потребовать денег, вы получаете маленькую зарплату, нужно пойти потребовать побольше. Вы не позволяли себе это делать, теперь, может быть, вы позволите. Вам может прийти мысль о том, что нужно сменить работу на более оплачиваемую, и тогда вы должны начать это делать. То есть настрой – это не магия сотворения физических денег. Настрой – это магия изменения вашего сознания, вашего отношения к деньгам, ваше умение видеть их и желание их зарабатывать. Он настроит вас на то, чтобы вы увеличили свои доходы. Он будет подсказывать вам возможности, но дальше должны будете действовать вы, пожалуйста. Чем хороший этот настрой? Он не требует специального времени, никаких медитаций, получасовых, часовых, сидеть, представлять себе что-то. Нет. Вы будете слушать просто шум волн, а все нужные вам позитивные утверждения и фразы прощения записаны внутри настроя. Поскольку настрой полезен всем людям, я не знаю категории, разве что младенцам не рекомендуется его слушать, то вы можете его включить через динамики. Разработчики этой технологии, она разработана в США, они, конечно, требуют слушать его наушниках. Почему? Чтобы не влиять на других вашим настроем. Если вы слушаете настрой, как легко и быстро выйти замуж, а вокруг вас мужчины, то вы можете с помощью настроя, может быть, даже изменить их отношение к женщинам. И, может быть, у них начнут возникать мысли о том, что не выйти ли им замуж. Поэтому нельзя влиять на других. Но в данном случае настрой, как легко привлекать деньги в свою жизнь, он хорош для всех. Поэтому я совершенно спокойно включаю его в офисе, включаю его дома. И окружающие меня люди, которые так иначе слышат этот настрой, они тоже программируются на то, чтобы в жизнь приходили большие и легкие деньги. Я думаю, они не будут возражать против такого программирования. И достоинство настроя в том, что вы можете заниматься любыми делами. Сидеть в компьютере, разговаривать, звонить по телефону, читать книги, все что угодно. Он может крутиться часами. Вы можете поставить ее на циклическое воспроизведение, поставить громкость на минимальном уровне и заниматься своими делами. Хоть весь день, хоть на ночь поставьте. При этом позитивное утверждение настроя будет укладываться в ваше подсознание и создавать у вас ожидание чуда прихода денег. И эти чудеса так или иначе начнут проявляться в вашей жизни. Внимание! Когда вы начнете слушать настрой, в вашей жизни начнут происходить микрочудеса. Кто-то вернет вам долг, кто-то захочет сделать вам подарок, еще что-то. Но чудо, оно потому и чудо, что оно происходит один раз. А если чудеса происходят каждый день или каждый месяц, то это называется уже заработная плата. Поэтому не ждите, что деньги все время будут падать с неба. Создайте себе поток денег. Найдите себе возможность, чтобы они приходили к вам стабильно. Такие идеи к вам будут приходить. Дальше вам нужно будет так выстроить свою жизнь, чтобы деньги приходили к вам постоянно. Идеи у вас на этот счет будут обязательно приходить. Вы должны их реализовывать. Прошу написать мне, когда у вас после просушивания настроя изменится количество денег, поступающих к вам. Так обязательно будет. Вы обязательно сотворите чудо в величине ваших доходов. Успехов вам на этом пути. Ваш Александр Свияш.